Имеются плашки, вырезанные из картона прямоугольники размера 2х1. На каждой плашке нарисована одна диагональ. Есть плашки двух сортов, как диагональ можно расположить двумя способами. Ну то есть, у нас есть вот такая штука, и у нас есть вот такая штука. Причем плашек каждого сорта имеется достаточно много. Ну то есть мы сколько угодно можем брать каждые из них. И тут два пункта. Можно ли выбрать такие 18 плашек, чтобы сложить квадрат 6х6? Причем выполняется такое условие. Какие бы эти плашки мы ни взяли, у нас не получится такая диагональ. Вот такого не получилось бы. Нельзя продолжить вот так. То есть никакая диагональ не является продолжением. И скажется сначала, можно ли 18, то есть квадрат 6х6, и можно ли 32. То есть квадрат 8х8. Я же покажу пример для любого 2n. Для любого четного числа. Для любого четного числа. Итак, рассмотрим вот маленький квадратик. Для него все очевидно. Хорошо. Давайте рассмотрим больше. Заполняется так. Итак, мы их смотрим. Середина ни с чем не должно совпадать. Хорошо. Нужно добавить только это. Хорошо. Берем еще больше. Заполняем. И так мы можем делать любое 2 и 1. Ну то есть индукция. Индукция. Каждый раз добавляется такой бадок. Да. Все. А нет, секунду. А можно задать вопрос? Да. Почему нельзя было просто в шахматном порядке? Вот смотрите. Если вы делаете вот так, с таким квадратиком 2 на 2. Со следующим квадратом... Попробуйте делать что-то наоборот. Просто... Да. Смотрите. Берем, скажем так. Это же нормально? Да. Вот так. А, нет. Почему не получается? Так, так. Постойте получается. То есть вот если проходим, значит... Ну хорошо, не в шахматном порядке. Проходим верхний ряд так. Следующий ряд... Что? Ну сейчас будет продолжить. А, сейчас будет продолжить. Сейчас чередовать. Сейчас чередовать будем. Будем чего? Я просто пытаюсь понять, нельзя ли это было... Проще. Да. Значит, и так, и так, да? Да. Слушайте. Слушайте, а это чем не нравится? Вот такое решение. Просто на самом деле, вот эту штуку, ее можно повторить... Сколько угодно. Сколько угодно раз. И не только для квадрата, на самом деле. Да. Или все-таки нельзя... В вашем решении они вообще общие точки имеют? Нет, вообще никаких общих точек. А, вот. 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 Вот чем его решение лучше того, что я сейчас сказал. Здесь у меня все-таки они имеют, ну понятно, имеют общие точки. А в этом решении вообще эти отрезки никак не пересекаются, даже по концу. Нет. Там так и написано. Чтобы концы диагоналей нигде не совпадали. Вот что было условие. Не то, чтобы не было продолжения. Это вы себе облегчили задачу. Поэтому мне и показалось, что можно совсем просто. Чтобы никакие концы нигде не совпадали. Извините, пожалуйста. А можно вопрос, там не будет вот в следующий продолжение? Вот если так же заполнять. Можно? То есть, конечно. Вот здесь вот так не будет. То, что... Ну, кругу. Вот это не будет продолжением? Нет. А чего? А, ну если... А, ну если... А, ну если... А, с середины стороны. А, концы не совпадают. А, концы. А, ну... Я думаю, что это в тренадной диагонали. Как раз тренадная диагональчик. Все, спасибо. Продолжение следует...